приветствую вас дорогие друзья меня на канале сегодня вместе будем готовить очень вкусные вареники с картошкой значит готовим для начала приготовим тесто чтобы она у нас успела отдохнуть ну а потом начинку значит для того чтобы тесто было вкусно берем 2 яйца чуть-чуть сбиваем и добавляем соль а также добавляем чуть-чуть масла и продолжаем добавлять воду обычно ну и нам осталось добавить муку нам нужно получить в меру тугое тесто уводим постепенно чтобы не образовались знаете такие грубые изгустки которые очень потом сложно вымесить поэтому вот гладкая консистенция получается добавляем следующий стакан можно дальше в миске вымесить хорошо но всегда удобнее на столе очень хорошо я вымесила тесто и она у меня уже готова не липнет к рукам все теперь возвращаю в миску где и начинали закрываю шапочкой тесто отдохнем а мы приготовим начинку для начинки возьмем две головки лука и измельчим на квадратики кубики в разогретую сковороду добавляем масло растительное в данном случае подсолнечное и добавляем лук периодически перемешивая обжариваем лук толстого чистого цвета пускай обжаривается лук а мы с вами поработаем картошечкой смотрите я взяла картошку отварила ее в мундире и почистила теперь дальше мои дорогие у меня здесь грибочки это уже по желанию если хотите добавляете не хотите не добавляйте грибочки у меня были сушеные я их кипятком отдала и продержала где-то час после чего отварила в воде где-то полчаса а вы там уже пробуйте чтобы грибочки стали мягенькие конечно же можно взять обычные грибы свежие да их пожарить или сварить и нарезать добавить картошки кстати эти грибочки очень-очень вкусные летом для нас постарался наш папочка бурген которого вы видели многие где мы жарили шашлыки с ним если хотите оставлю ссылку в описании смотрите он сам их сушил и привёрся мы будем с удовольствием готовить конечно же картошки можно добавлять только за жарку без грибов без ничего но так будет вкуснее гораздо вкуснее добавляем чуть-чуть черного молотого перца и конечно же солим аккуратно мои дорогие когда видим что лук уже почти готов на этом этапе добавляем чуть-чуть сахара чуть-чуть это где-то две чайные ложки или одну чайную ложку пол минуты и убираем с огня и зажарочка готова часть зажарки добавляем картошечки остальную часть оставляем для подачи вот с маслом стараюсь брать чтобы картошечка была мягкая и хорошо перемешиваем это все вместе невероятно вкусно ароматно пахнет как вы заметили я никаких других пряностей и приправ не добавляю более интересен вот этот вот натуральный вкус все начинка наша готова очень пряная такая ароматная вкусная я пробовала еще чуть-чуть посадим дело осталось за малым будем лепить наши вкусные вареники тесто уже успела достаточно отдохнуть возьму одну часть теста сделаю колобок остальную часть накрою чтобы не заветрилось ну а теперь начинаем аккуратно раскатывать кто любит раскатывать тесто и вообще работать с тестом любите чтобы тесто было очень тонкая раскрываете прям тоненько я же люблю когда пельменное тесто или вот на вареники было немножечко толстенькая достаточно этой толщины один раз приподнимаю тесто со стола чтобы не прилипло и где надо ему опять сужилась очень хорошее тесто очень эластичный то же время мягкое и хорошо работает с таким тестом удобные подносы которые скажем на помещаются моей морозилке чуть-чуть обсыпаем мукой и буду здесь их копить разрезаю тесто с остатками теста мы снова поработаем а теперь кладем начинку и аккуратно лепим характерной формой для вареников так мои вареники уже подмерзли вот такие они я убираю в обычный пакет и когда мне нужно опускал в горячую воду пару минут и готово никакой разницы что в свежем виде что заморожены ровно 7 минут я проварила сейчас подойдем конечно же будем пробовать вот такая вот шикарная тарелка у нас с вами получилось мои дорогие обязательно пробуйте и вы а я конечно же для вас попробую сейчас и что немаловажно мои хорошие добавления совсем маленького количества сахара сделала это блюдо еще более вкуснее ну очень вкусно прям ешь вареник да а сверху еще вот лучок сладенький это будет очень вкусно очень нежно вот и все надеюсь повторить этот рецепт для своих любимых и будете писать мне в комментариях как вам такой рецепт но я как всегда благодарю вас что были со мной смотрели это видео и чтобы такие замечательные до новых очень-очень вкусных встреч и